Чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Дуантею Уайлдеру пришла в голову необычная мысль. Американец задумался над тем, что еще ни один боксер не опускался в более низкую весовую категорию, чтобы завоевать там чемпионские пояса. Своими размышлениями Уайлдер поделился со своими подписчиками в инстаграме. «Я просто сидел в своей машине и размышлял о том, что есть мир бокса». Мне пришла в голову мысль, что никогда еще ни один чемпион в тяжелом весе не принимал решение опуститься в более легкий вес и попытаться завоевать титулы там, сохранив имеющиеся пояса. Также Уайлдер спросил своих фанатов, что они думают о таком переходе, однако американец не говорил о том, что хочет пойти по этому пути. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко обратился к своим болельщикам после операции и поблагодарил за их поддержку. «Благодарю всех за теплые слова поддержки. По скриптам прорвемся». Написал Ломаченко на своей странице в инстаграме. Доктор Нил Эллетраш подтвердил, что хирургическое вмешательство прошло успешно и проблем со сроками восстановления боксера быть не должно. Василий перенес атероскопическую операцию по восстановлению суставной губы плеча. Как и ожидалось, все прошло без осложнений. Уверены, Василий уже вскоре вернется к соревнованиям и будет впредь выступать на своем привычном уровне. Ожидается, что Ломаченко вернется к тренировкам в октябре и сможет провести следующий бой уже 8 декабря этого года. Филиппинец Нанита Денейр, который последние свои бои проиграл Карлу Фрэмптону в рамках полулегкого веса, изъявил желание принять участие во втором сезоне турнира Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе. Последний раз Денейр выступал в легчайшем дивизионе в далеком 2011 году. 41-летний Флойд Майвезер объявил, что работает над проектом по постройке самого высокого небоскреба в Нью-Йорке, который будет называться One Wonder Build. Я работаю над реальной недвижимостью, друзья мои, моей реальной недвижимостью, ребята. Проект, над которым я работаю, называется One Wonder Build. И это будет самое высокое здание в Нью-Йорке, даже выше, чем Empire State Building. Также мы планируем сделать смотровую площадку на нашем небоскребе. Планируется, что здание будет достроено в 2020 году. Означает ли это, что теперь Флойд будет занять лишь работой над новым проектом? О тренировках по ММА можно забыть. Это покажет время, а пока Флойд не делал заявление на этот счет. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас готов к переговорам для организации боя против Амира Хана. Слова американца приводят Sky Sports. «Я открыт для переговоров с Амиром Ханом. Моя команда заинтересована в этом поединке. Мы можем сделать это». Он несколько раз упоминал мое имя, но никаких предложений или переговоров пока не было, насколько мне известно. Олимпийский чемпион-казахстанец Даняр Ильюсинов узнал соперника по второму бою в профессиональном боксе. По данным боксрек, Ильюсинов встретится с 30-летним венгром Габором Горбичем. Бой Ильюсинов-Горбич пройдет в андеркарте вечера бокса, который состоится в ночь с 6 на 7 июня на арене Юарк Холл в Лондоне. Журналист BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал сложившуюся финансовую ситуацию между командами Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Для Лефлера было преступлением принять 30% от распределения доходов. Но что сделано, то сделано. Теперь Головкину надо быть более настойчивым и не соглашаться на 65-35 от Голден Бой или на что-то меньшее, чем 50%. Если Голден Бой не хочет справедливого разделения, Канело однажды начнет проигрывать. После поражения он станет более скромным. Канело будет счастлив дать Головкину 50 на 50, после того, как проиграет Чарло, Сондерсу или Джейкобсу. Будет ошибкой со стороны Голден Бой, если они захотят подбирать боксеров вроде От Салливана или Лимье, чтобы сохранить обычных фанатов. Если Канело будет драться с ним, то растеряет много болельщиков. Фанаты не уважают бойцов, которые собирают вишенки. Продолжение следует...